Привет! Здесь можно просмотреть, что Вселенная имеет для вас, какие подарки судьбы. И актуально будет для того человека, который смотрит по той причине, что символ и мои слова со всеми отзовутся по-своему, по-индивидуальному. Поэтому не сомневайтесь, это лучше, чем заказанный расклад. Я для вас разложу две колоды. Зеленые колоды леса, это волшебство леса, я ее так свободно перевожу. И карты Ленорман, любимые. И мы посмотрим, какие подарки готовит вам судьба, какие сферы жизни будут показаны вам, в каких сферах будет движение, то есть будет жизнь, и что будет происходить, а также советы от Юниверс, от Вселенной. Это знаете что? Это карта Всадник. И она говорит о том, что Вселенная будет вас жаловать, во-первых, любить и жаловать, то есть откроет вам дороги, потому что Всадник — это открытие дорог. А Всадник — это тоже хорошие новости в той сфере жизни, где сейчас у вас нужно движение, там, где нужно продвижение. А также это кавалер, это свидание или это хорошая работа. В общем, приятные новости к вам придут. Это было на дне колоды. Но раз мы посмотрели дно колоды на Ленорман, посмотрим и здесь. У нас здесь пятерка меча. Вы избавитесь от каких-то врагов, завистников. Вы избавитесь от каких-то проблем. Уйдут какие-то проблемы. Видите, вы здесь работаете в компании с кем-то еще, кто вам помогает. Это могут быть ваши родные, близкие, любимый человек, ну и ангелы, конечно. Те, кто помогает вам избавиться от негатива, и негатив уйдет. Это гарантированно. А я сейчас буду выкладывать три основные карты, а потом будем добавлять. Какие подарки готовит вам судьба? Что хорошего на пороге? Раз, два и три. Конечно, карты тоже очень глубокие. Здесь будет достаточная информация, но у меня под рукой еще есть карта. Если нужно будет, я буду добирать. И мы возьмем на Ленорман, тоже вопрос зададим. Какие подарки еще Ленорман покажет? Раз, два и три. Хорошо. Начинаем смотреть. Второе. Это точно подарок. Это точно подарок идет к вам. Потому что на карте вы видите то, именно что будет происходить с вами. То, на что вас готовят высшие силы. И я сейчас вам все это детально расскажу. Это рыцарь. Рыцарь, как я уже сказала, точно так как всадник. Ленорман приносит всегда хорошие новости. Но здесь новости касательно любви к человеку или к любимому делу. В общем, любви. Потому что в мире все о любви. И здесь человек, может, кавалер, может, какой-то новый работодатель вам приносит вот эту чашу, которую вы будете любить. То есть, знаете, как в писании написано. Моя чаша любви и благополучия полна. И она даже overflowing. То есть даже изобилие. Overflowing. Это вот когда выливается даже и чаши. Столько в ней добра, что даже выливается. То есть это изобилие. Вас ожидает изобилие. Здесь касательно денег, может быть, финансы. Вдруг появится лучшая работа. Или где-то кто-то вам денег, может, даже даст тот человек, который вас любит. Также я вижу здесь волшебство вселенной. Вот этот круг такой, да, из камней. Это магия северных народов. Это магия, ну, как храм, что ли. Но раньше у наших предков, у них был храм на улице. Они не строили себе храм в помещении, потому что они верили, что сила природы — это проявление. Это не сам творец, это проявление творца. Но потом пришли уже завоеватели-крестоновцы и сказали им, что вы верите в природу, как будто это и есть Бог. Но природа — это проявление творца. Да, да, это проявление божественной силы. И, в общем, то же самое, но перекрутили их слова, короче, сделали из них виноватых. Ну, а сейчас все возвращается на круги свои, а мы возвращаемся к корням часто и понимаем, что храм на природе — это правильно, храм в лесу, храм у речки, у озера. В общем, храм души — это природа. И вам эта карта говорит, бывайте больше на воздухе точно. Потому что на воздухе вы можете встретить свою любовь или новые предложения по бизнесу. То есть где-то не в вашем доме, а или это социальные сети, то есть где вы выйдете в общее пространство, либо в вашем городе. Еще у нас есть карта Верховная Жрица, старший аркан. И номер два — это о помощи. Верховная Жрица вот как фея, да, добрая волшебница, которая раздает дары. И я спросила, какие дары для вас будут у высших сил. И совершенно не случайно, я даже не удивляюсь, вышла карта именно волшебницы. То есть когда Верховная Жрица представляет собой эту женскую составляющую Вселенной, которая дает женщинам дары. А какое женское счастье? Да оно простое. Простое наше советское лагом. То есть всего достаточно. Я хочу покоя, мира, чтобы был достаток, чтобы не бояться бедности, чтобы было благополучие, чтобы был мир и любовь. И вот это то, что вы и я, это имеется в виду вы, этого вы хотите, и это к вам придет. Верховная Жрица говорит, что вы откройте о себе секреты. И смотрите, здесь вот придут к вам какие-то новые дороги, новые знания. Вы откройте о себе что-то, что вы даже не подозревали, вы можете это делать. Какой-то природный талант, который сейчас начнет проявляться, и вам будет так интересно жить. Это интересная жизнь, прежде всего, да, приключения жизненные. Третья карта — это Королева Меча, и она дает вам совет, как нужно действовать. Королева Меча — человек очень действенный. Кстати, если вы мужчина, вас тоже касается. Просто поверните наоборот, раскладывай всегда для всех у меня. Потому что в наше время с интернетом я перестала принимать людей лично. Потому что здесь я лично принимаю всех моих подписчиков. По той причине, что всегда, даже если заказали, что-то к вам относится, кто-то, что-то нужно будет отбрасывать за ненадобностью. Точно так и здесь. Вселенная говорит с вами на особенном языке. Когда даже обращаемся мы ко всем, вы услышите именно так, как вам нужно услышать. И Королева Меча — женщина очень сильная. Здесь вам предлагается больше заниматься спортом, больше следить за своим питанием, больше выходить на природу, больше отдыхать. Не перерабатывайтесь, не переедайте. Ну, мы все знаем, да, когда устали, отдыхайте. Такая песня у меня сложилась, когда устали, отдыхайте. Ну, это по делу песня, значит. Природа вам хочет лишь высшей силой такое сообщить. Смотрите, Верховная Жрица сообщает, то есть это та волшебная составляющая природы, вот как Мать-Заступница. Вам говорит, что за вами давно наблюдают высшие силы и видят, что вы работаете, когда устали, работаете на износ, не отдыхаете совершенно, едите где-то в попыхах на одной ноге. А здесь сказано, что будьте как Королева Меча. Да, вот она, кстати, здесь она делает букет, и она выбрасывает то, что лишнее. Выбрасывайте свои головушки, лишние мысли, ненужные вам, потому что только у нас весь негатив получается от наших лишних, ненужных нам мыслей, мыслей круток, установок. И здесь также Королева Меча, это человек, который имеет инструменты, здесь много таких ножиков у нее на столе. Эти все инструменты нужны, чтобы очистить от негатива свой дом, себя, свою ауру. Очищение от негатива, это прежде всего отдых, много воды пить, хороший режим дня, и можно посмотреть у меня чистки. Ритуальная магия, ее никто не отменял, я делаю церковную магию, она помогает, но не нужно, если не хотите. Эти расклады тоже очищают. Но хочу сказать, что кто-то, если новенький, подумал, что я продаю чистки, сейчас модно продавать все на YouTube, какие-то там, не знаю, семинары или еще что-то. У меня все в свободном доступе, так что я не продаю. Хотя каждый занимается своим делом. Кое-кто продает, это тоже правильно, но человек же должен как-то жить, да, но у меня все в свободном доступе. Еще смотрим, вы Королева Меча, очень решительный человек. Нужно сказать нет, не только своим каким-то негативным практикам, то есть ругать себя нельзя и так далее, но сказать тоже нет негативным людям, не поддаваться на их уловки. Ой, какая любимая карта, это десятка чаш. И здесь вы, вот на природе опять, да, ну это вообще таро природы, на природе с любимым человеком, все так хорошо складывается. Ребенок ваш, да, ну здесь ребенок, а вообще у Райдербейт, там дети играют на лужайке. Дерево это символ жизни, вот вы питаетесь соками от своего рода, хранители, заступники рода. Вас привели к этому счастью, у вас есть все, потому что здесь вы на пикнике, то есть вы заработали денег, вы можете хорошо отдохнуть. Это может поездка в отпуск, или по месту жительства тоже можно классно отдохнуть. Здесь может быть какой-то отпуск нужно взять. Это счастливая домашняя жизнь. Если у вас нет еще любимого, здесь можно встретить человека, верховная жрица вас приведет к тому, кто защитит вас, к настоящему рыцарю, к настоящему кавалеру, который заметит вас как человека активного, умного, интересную, решительную и посчитает за честь разделить с вами свою жизнь. Шикарно. Ну давайте я просуммирую, потом перейдем на Ленорман. Здесь Таро говорит, что нужно быть королевой меча, смелой. Нужно иметь открытый такой ум, потому что будут новые встречи интересные для любви и для содружества какого-то рабочего, рабочие моменты. Будут новые встречи. А также есть вот у вас есть какая-то магическая жилка, но она у всех людей есть, кстати, потому что магия — это сама жизнь. Здесь верховная жрица хочет обратить ваше внимание на ваше подсознание, чтобы вы внутренний голос больше слушали. И, может быть, этот внутренний голос научит вас, как жить еще лучше, еще красивее, еще успешнее быть, любимее, потому что здесь вы любимая женщина. Вот любовь будет, благополучие и большой достаток, когда у вас все хорошо, вы счастливы. Ну, посмотрим, подтвердит ли Норман такой красивый расклад на Таро. И карта букет, конечно, подтверждает, потому что букет говорит о омоложении организма, здоровье улучшается, крепкий иммунитет, крепкое здоровье, выздоравливаете, у вас все хорошо, вы красавица, умница. Это какие-то, может быть, новые прически, новый макияж, новая одежда, или же старую немножко переделать, на новый лад носить. А сейчас ведь модно миксовать, да, разные стили, даже, кажется, несовместимые цвета, несовместимые даже стили, и миксовать вместе, микс это от слова микс, мешать, то есть вместе надевать что-то такое, знаете, делать такой стиль более свободный, легкий, не так, как я нарядилась, а вот свободный стиль, как будто вот мне так удобно, комфортно. В общем-то, я давно уже практикую этой, меня иногда ругают за мой свободный стиль в одежде. Некоторые мои слушатели, не все, некоторые. Здесь вам следует расцветать, потому что цветы, они свободно расцветают. Ведь цветы в саду, в парке или на клумбе, они же не думают, как это мне так скромненько здесь посидеть в уголочке, чтобы другим не помешать. Нет, они расцветают. Поэтому я иногда в других видео говорила уже, украшайте собой планету, украшайте собой свой дом, свою улицу, свой город, свою страну, всю планету. И расцветайте, никто не будет против вас, вашего цветения. А если кто-то и против, так это больные люди. Их уже боженька обидел умом, так что не обращайте на них внимания. Нормальные люди не против того, чтобы расцветали другие люди. Наоборот, интереснее, еще красивее жить. Когда каждый человек верит в себя, он красивый, он не стесняется, не зажимается. Вот вам нужно так себя вести, следует для того, чтобы привлекать к себе больше денег, больше удачи и так далее. И делать нужно это сейчас, потому что коса – это урожайная коса. Она говорит, делать вот все, что сказала, я не буду повторять, я же не попугай какой-то. Она сказала, если пожелаете, можно перемотать назад. А делайте это сейчас, не откладывайте это в долгий ящик. И еще одна карта – вы под защитой высших сил. Я слышала, есть такое мнение, что выставлять фотографии в соцсетях где-то – это опасно. Я скажу, нет, это абсолютно не опасно. Потому что, знаете, чем больше вы боитесь, тем больше опасности. Это не опасно по какой причине? Вселенная хочет вас увидеть. Вселенная хочет вас увидеть как цветок. Вселенная вас видит не так эфемерно, как некоторые вам скажут. Вселенная видит вас. Это что? Это вода. А я вам скажу, как Вселенная вас увидит. Вселенная вас видит через глаза других людей. Потому что именно через глаза других людей Вселенная видит мир и видит вас. Вам нужно проявиться, не стесняйтесь. Это не страшно. В фотографиях, в соцсетях на них не будет негатива. Вы под защитой ангелов. И хочу вам привести такой пример, что наша Матушка-Земля до того, как были животные с глазами, животные или же млекопитающиеся или рыбы с глазами, до того, как были животные на планете Земля с глазами, то есть не было еще животных с глазами, не было. Цвели на планете только растения. Ну они, в смысле, осимелялись и там такое все делали, чтобы развиваться и размножаться. Они это делали не при помощи цветов. Были только папоротниковые вот такие. И папоротники тогда еще не цвели. Ну и не все папоротники цветут цветами. Только там один по моему сорту. Если я не ошибаюсь, может я ошибаюсь, дайте мне знать, если что. Так вот, тогда, когда Вселенная выбросила вот такой вариант жизни с глазами, это были первые рыбы и так далее, только тогда возникли цветы. Цветы были подводные вначале, а потом были и на Земле. Это говорит о том, что Творец Вселенной видит мир через наши глаза с вами. Так что, когда вы видите, смотрит на вас другой человек в соцсетях или где, это прежде всего нужно думать, что это смотрит Бог через его глаза. А то, что там больной человек, что-то негативное туда, это его больной мозг. И, как я уже сказала, Боженька его уже обидел слабоумием. И вы об этом не должны волноваться. Расцветайте. Вот расцветайте. Бизнес будет расцветать. Дела пойдут. Денег будет много. Вас заметят люди, которые захотят с вами дружить или захотят взаимодействовать с вами для бизнеса. Или вас любить захотят. Вот карта букет об этом. Делайте это сейчас, не откладывайте. И карта гора говорит, что вы под защитой. У вас крепкий фундамент. Фундамент – это ваши хранители рода, которые за вас заступаются. Они у престола Всевышнего. Так что не волнуйтесь. Негатива на вас точно нет. Есть крепкая защита ангельская. Ну вот я хотела сделать коротко. Хотела сделать так, чтобы иногда экспресс-расклады были. Надеюсь, вам помогло это. Я знаю, что если вы пожелаете, вы можете воспользоваться моим раскладом. Это обязательно. Все зависит, конечно, от того, как вы пожелаете его использовать. Вы хозяин-парень. Дарю вам этот расклад. И все умные слова, которые я сказала, это было, конечно, не от меня. А я делаю ченнелинг. Беру слова. Те, что мне Вселенная дает именно для вас. Так что не сомневайтесь. А если что-то я не сумела сказать, не хватило словарного запаса, энергия этого видео, светлая энергия, целительная, поможет вам это почувствовать и исцелиться. Люблю вас, обожаю и желаю вам много-много счастья. До новых встреч. Пока-пока.